здравствуйте друзья недавно в интернете нашел прошивку открытым исходным кодом для устройств на базе esp называется прошивка tasmoto так давайте вот этот сайт покажу откуда так tasmoto get hub и и вот отсюда здесь это находится про эту прошивку здесь все есть то есть вот эту прошивку можно интегрировать умный дом вот умный дом тут все есть вот куда можно здесь это надо английский тут немножко неправильно показывать некоторые вот посмотрите поскольку их здесь вот в этих интегрируется туда так здесь на этом сайте очень много инфа информация информации очень много то есть можно изучать все эти дела и сделать свою прошивку так я вот во время этого видео сделаю сделаю программу одну при помощи вот этой прошивки и посмотреть как это все работает давайте посмотреть видео вот сделал прошивку давайте посмотреть видео итак друзья на столе видите собрана схема на ноды nc mcu управляю управлять за при помощи веб-интерфейса tasmoto здесь 4 светодиода датчик температуры и влажности дождя 11 здесь при помощи вот этих кнопок включаем вот включили 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 2 3 4 4 включили и так выключаем включаем так мы тоже самое я могу управлять из компьютера смотрите вот теперь с компьютера включая включили включили и включили такие здесь одновременно показывает состояние здесь температура показывает 28 градусов если поддержать вот датчик поддержу он должен этот меняться поздно меняется здесь плата стоит под датчиком поэтому вот уже 29 пока плата нагреется вот только будет 30 градусов то есть все это работает отлично работает остальные на компьютере объясню друзья теперь давайте посмотреть как это все работает заходим в сайт вот здесь на этом сайте вот две ссылки вот это одна ссылка вот это так скетчи не скетч а вот это код прошивка прошивка для ESP 32 вот допустим заходим сюда вот отсюда надо скачать вот это файл досмотр бин это потом загружаем ESP и ESP загружаем ESP после уже программируем как нам надо здесь кроме вот этого еще много прошивок есть но это для умного дома для разных вещей то есть уже готовы прошивки для разных датчиков но нам необходимо вот этот осмотр бин чтобы вот дальше вот сделать прошивку сделаем то есть программку создадим попробуем как это работает вот это надо скачать потом нам необходимо еще программатор то есть вот это такой программатор Tosmotizer вот так называется вот отсюда скачиваем Tosmotizer 1 и 2 то есть с этой ссылки вот сюда и вот туда будет у меня под видео кому необходимо будет можете скачать попробовать и это надо скачать я скачал скачал сейчас вот здесь так вот это Tosmotizer вот эта программа и Tosmotor bin вот вот это файл нам необходимо вот это загружать вот это файл загружать ESP запускаем Tosmotizer так запустился это нам не надо теперь здесь вот это надо указать тот ком порт к которому подключено у нас ESP вот у меня NodeMCU подключено комп 3 вот комп 3 выбираем здесь надо галочку ставить вот сюда теперь здесь где open нажали и вот это выбираем Tosmotor bin вот открыли и вот хочу сказать после загрузки у нас вот это NodeMCU будет как точка доступа но это как бы неудобно поэтому давайте его сделаем так чтобы подключиться локальной сети для этого отсюда деконфигурация вот сюда нажимаем здесь ваш этот так сет вот название вашей сети а здесь пароль вашей сети на необходимо вот пароль поставили так теперь теперь вот это надо сохранить вот сохранили теперь это надо загружать надо этот nodeMCU у меня подключено вот нажали и загрузка идет теперь нам необходимо узнать вот IP адрес который выдал ваш роутер нажали ничего нету здесь должен показывать еще раз вот здесь иногда вот такой бывает давайте опять вот конфигурацию сделаем вот опять сохраняем окей вот теперь что это такое а вот немножко надо подождать вот IP адрес выдал 192.168.1.7 но это можно и так узнавать и можно своем роутере смотреть вот это какой IP адрес выдал давайте теперь набираем этот IP адрес у нас вот здесь 192 вот вот это все вот вот такой вот такой вид у нас был первоначально будет нам надо вот конфигурацию сделать вот конфигурацию сделаем такую как я вам показал видео для этого вот нажимаем сюда отсюда вот сюда и конфигурацию видите здесь это раз два три 4 5 gpu это не для этого для ноды mcu не подходит поэтому давайте заходим сюда и здесь темплаты вот это шаблон я сюда выбираем вот нам необходимо вот из этих шаблонов вот из этих шаблонов выбрать где генетик 18 генетик 18 генетик 18 вот сохраняем немножко ждем перегружать загружается это или перегружать перегружается и заходим сюда конфигурацию сюда и опять то же самое отсюда выбираем тоже вот генетик 18 генетик 18 генетик 18 вот уже все выводы уже появились сколько нам необходимо так Так, теперь отсюда, вот здесь GPIO, вот какой, вот у меня вот это DHT11, вот было на GPIO1, вот отсюда выбираем, видите сколько тут и кнопки и релеешки можно выбирать, то есть таким образом DHT11 выбрали, так, теперь на GPIO102 выбираем реле, выбираем реле, вот реле, первый реле, на GPIO3, вот это выбираем реле, здесь второй, вот выбираем два, здесь опять выбираем реле, третий реле, и здесь выбираем реле, это четвёртый реле у нас, четвёртый реле, так, и это сохраняем, ждём, изменений там происходят, так, вот видите, вот то, что было, у нас появилось, вот датчик у меня подключен, вот 28 градусов показывает температура, вот сейчас подержу, он должен увеличиться, но чуть подольше, подольше, так, влажно 19%, сейчас, немножко долго, вот уже 29 градусов, то есть температура увеличивается, просто датчик на плате, и как-то через плату температура просто плохо проходит, вот 30 градусов, вот таким образом, вот теперь отсюда включаем, выключаем, вот включили первое реле, реле, второй реле, третий реле, четвёртый реле, вот таким образом это конфигурируется, то есть здесь очень много возможностей, отсюда вот конфигурация Wi-Fi, отсюда можно MQTT, вот это можно настроить, то есть это тоже работает, отсюда можно таймер, то есть когда что включать, выключать, вот это можно, здесь логи, можно вывести, чтобы логи показывали, то есть очень большие возможности, это предварительно, я ещё сам не изучал, вот это как следует, здесь он поддерживает, здесь он поддерживает очень много, вот посмотрите, здесь вот всякие релеешки, вот отсюда допустим реле, если вот я там делал реле, видите прямой, а если вот там китайский реле подключить, вот так, вот инверснее, вот так сделайте, чтобы наоборот работал, то есть всё это есть, видите, и SPI, и I2C, и вот посмотрите, много датчиков всевозможных, и всё это нормально работает, просто надо заниматься этим, и попробовать что как, и кроме того, в интернете много вот проектов, оттуда можно посмотреть, скачать, так, здесь есть ещё, вот в проекте где, вот здесь один интересный проект был, так, когда-то мне, вот это, на моём ютуб канале, я сделал, вот видео про PZM04, вот, и мне спросили, как его можно сделать для трёхфазной сети, вот здесь как раз, вот это есть, для трёхфазной сети, то есть, вот как делать, то есть, здесь и для однофазной, и трёхфазной, всё это, вот, описывается, как это делать, и здесь, кроме того, очень много, вот это проектов, вот, проектов всякие, и как двигатель подключать, как, вот, сервудвигатель подключать, и кроме того, если же изучать всё это дело, да, на, можно самому, самому, наверное, можно всё это делать, так, то есть, вот, на этом сайте очень много информации, там, есть, по-моему, где-то в интернете есть группы, которые вот это обсуждают всё это, вот это первое видео, на этом, я постараюсь ещё видео сделать, вот, на, на это, на этом интерфейсе ещё видео сделать, посмотрю, если получится, то в ближайшее время я сделаю видео, мне кажется, что вот это очень хорошая вещь, для умных вещей, домашних, и здесь, это хорошо, что вот это всё можно совместить с, вот, это, умным домом, вот, здесь, видите, интегрируется, вот, всевозможные умные, умные, вот, дома, вот, интегрируется всё это, так, вроде, всё, о чём я хотел сказать, ссылки, вот, откуда можно скачать, вот, эти коды и программу, я оставлю под видео, спасибо за внимание, до свидания.